Добрый день, уважаемые коллеги. Так, трижды негативный рак молочной железы, это все очень наиболее прогностически неблагоприятный по типу рака молочной железы. И стандартным для таких пациенток со второй и третьей стадии трижды негативного рака молочной железы является назначение неоадивантной химиотерапии с последующим выполнением радикального оперативного мышательства и по показаниям проведения адивантной терапии, химиотерапии для лучевой терапии. Основной стереей проведения неоадивантной химиотерапии является достижение полной патоморфологической регрессии. И Евдея рекомендует достижение полной патоморфологической регрессии как первичную контрольную точку при проведении клинических исследований, изучающих неоадивантные режимы. Качественная оценка полного лечебного патоморфоза требует маркировки опухоли лимфоузлов для таргетной вирулизации на этапе морфологического анализа. Те режимы, которые являются стандартными на данный момент бесплатиновые режимы, позволяют достичь уровня PCR не более чем в 37% случаев по данным метаанализа. И использование препаратов платины по данным некоторых исследований позволяет увеличить степень достижения полного лечебного патоморфоза. Однако все еще необходима оценка эффективности и безопасности такой терапии, особенно у пациентов пожилого возраста. И нам все еще необходимы прогностические и предикторные факторы при трижды негативном раке молочной железы. Таким образом, целью нашего исследования было улучшение результатов лечения больных трижды негативным раком молочной железы в второй третий стадии, получающих неоадивантную химиотерапию. А к задачам относилась оценка эффективности и токсичности терапии в режиме платакс. У пациенток с трижды негативным раком молочной железы в второй третий стадии. Оценка особенностей ответа на неодивантную химиотерапию и прогноз у пациенток старше 60 лет. У пациенток с трижды негативным раком молочной железы в второй третий стадии. А также выделение клинических, молекулярно-биологических и монологических предикторов достижения PCR. И прогнозических факторов у больных с трижды негативным раком молочной железы в второй третий стадии, получающих наши лечения. На данном слайде вы видите дизайн нашего исследования. Всего в наше исследование было включено 98 пациенток с гистологически и иммуногистохимически верифицированным трижды негативным раком молочной железы в второй третий стадии. Изначально пациенткам проводилось, как я уже сказала, гистологическое исследование, иммуногистохимическое исследование и полное клиническое обследование с целью исключения наличия отдаленных метастазов. Туда относилась маммография плюс УЗИ молочных желез и генаркозон. По показаниям при высокой плотности молочных желез проводилось МРТ молочных желез, генгинография органов грудной клетки, УЗИ в ручной полости малого таза и сцинтиграфия костей стеклета. После верификации диагноза и установки стадии пациенткам проводилась нео-одеварка и химиотерапия. Она включала в себя цисплотин 75 мг м2 в первый день, ипоклитоксил 80 мг м2 в дни 1-8-15-й. Курс проводился каждые 28 дней. Всего было запланировано 6 курсов таких. Клиническая оценка проводилась каждый курс. Клиника рентгенологическая оценка проводилась перед 4 курсом и по завершению всего объема планированного лечения. После завершения новой одеварки и химиотерапии проводилась радикальная оперативная шага, межотерапия с последующей морфологической оценкой эффективности. И на том же этапе проводилась оценка предикторов. В дальнейшем мы проводили одеварку терапии, химиотерапию или лучевой терапии по показаниям. Нам была предусмотрена также и модификация режима лечения. В случае развития периферической поля нейропатии вследствие использования паклитоксилы, лечение продолжалось в режиме АЦ. В случае развития нервной токсичности, которую мы часто видим на фондецесплатина, он заменялся на карбоплатин. В случае локального прогрессирования или недостижения оперативного статуса после окончания химиотерапии, лечение мы продолжали в режиме АЦ. На данном слайде представлены характеристики больных. Пациентки имели возраст от 22 до 77 лет. Медианный возраст составил 50 лет. Вы видите, что пациентки имели достаточно распространенные стадии. Окухоль Т4 имели более 40% пациентов. Более 75% пациентов имели вовлечение региональных лимфузов, в том числе вовлечение уровня Н3-24,5% пациентов. Таким образом, первичные операбельные стадии имели 40% пациентов, а местно распространенные стадии 58% пациентов. Большая часть пациентов имела высокую степень злокачественности, большая часть пациентов имела протоковый гистологический подтип. Также нам было проведено тестирование наличия мутаций в генах БРК1, БРК2. Такое тестирование было проведено более чем 60% пациенток. И из всех пациентов, у 23% мы выявили мутацию в гене БРК1 или БРК2. В соответствии с международными рекомендациями по лечению рака молочной железы, у 29-6% пациенток с узловыми корнями рака молочной железы была произведена разметка первичной опухоли и инген-контрастной метки и с последующим маммографическим контролем. У 13% пациенток метка была установлена также в региональный генхозик. На данном слайде вы можете видеть установку метки и то, как она выглядит в дальнейшем в опухолем узле по реминологическому контролю. На данном слайде вы также можете видеть процесс установки метки, узел первичный и пораженный лимфатический узел без установленной маркировки, в дальнейшем установку маркировки и в правой части слайда вы можете видеть установленные метки как в первичный опухолевый узел, так и в региональный узел. На данном слайде представлен клинический ответ опухоли на терапию. В полном ответах наблюдался 37- help patients. И среди первичной оперативных пациентов с первичной оперативной стадии этот пациент достиг 51-2%. И среди местных распространенных только у 16% мы наблюдали полный клиний-эндонологический эффект. Как вы видите, прогрессирование мы наблюдали у двух пациентов с первичной оперативной стадии, у пяти пациентов с местно распространениями стадии. Стоит ответить, что у пациентов с первичной оперативной стазией тех двух, которых мы наблюдали в прогрессировании, в дальнейшем ни одна из линий химиотерапии у них не была эффективна. Они имели прогрессирование на каждом из вариантов химиотерапии, которые мы использовали. Таким образом, пациенты имели чрезвычайно резистентную опухолевопроводимую лечению. На данном слайде вы видите генерологическую оценку ответа на оптимальную химиотерапию, то, как это мы проводили слева. Вы видите полный ответ. До химиотерапии визуализируется метка, установленная в ней. А после химиотерапии мы видим только метку и не видим первичную опухоль. И частичный ответ, когда мы видим узел с маркерами или узел с маркерами. И при частичном ответе мы увидим метку, установленную в остаточную опухолевую лечению. Что касается хирургического этапа лечения после проведения неодиума, хирургическое лечение выполнено 86 пациентов, 87,2% пациентов. Радикальная мастертомия с возможной реконструкцией 71 человек, это 82,6% больных из прооперированных. Радикальная реекция выполнена у 15 пациентов, 17,4% больных. На данном слайде вы видите также этапы особенностей органно-сохранного лечения, разметка якорной муай, органно-сохраняющей операции. И метка, как вы видите, она позволяет не только выполнить органно-сохранную операцию, но и позволяет патомаркову четко определить зону интереса, ту, собственно, зону, в которой он будет непосредственно оценивать патомарков. По морфологическому эффекту нам удалось добиться полной степени, четвертой степени лечебного патомаркоза в первичной опухоли у 60,5% пациентов, при этом среди первичных операбельных у 61% пациентов, а у местороспортированных у 60%. Татальный лечебный патомаркоз, определяемый как в отсутствии инвазивной опухоли, как в первичной опухоли, так и в региональных узлах, среди всех операбельных операбельных пациентов, была достигнута в 58,1% случаев. Хочу напомнить, что при стандартном бесплатном лечении, при стандартном режиме, эта цифра достигает 37%. Мы знаем, что данные литературы, которые говорят, что использование препаратов платины коррелирует с достижением полной лечебного патомаркоза у пациентов, носительниц мутации ВРФ. Тем не менее, в нашем исследовании таких результатов продемонстрировано не было. Смотря на численные различия, как вы видите, 76% против 56% достоверности, статистической достоверности, эти различия не достигли. Таким образом, наша терапия была равнеэффективна как для носительниц мутации ВРФ, так и для пациентов, не имеющихся в таком случае. По актерам, достоверно коррелирующим с достижением PCR, то есть предикторным фактором, в нашем исследовании явились в возрасте. Причем пациентам моложе 60 лет, вопреки паном, вопреки тому, что обычно приходится в литературу чаще, в нашем исследовании достигали полной лечебного патомаркоза, разница составила 25%. И эта разница была высоко достоверна. Уровень Ки-67, менее 50% или более и равный 50%, разница составила 30%. В пользу пациенток с высоким Ки-67 и уровень ТИЛС более 5%. Опять же, разница 30% для пациентов, имеющих высокий уровень ТИЛС, более или равный 5%. И пациенток с уровнем ТИЛС менее 5%. Наиболее важным фактором, предиктором достижения PCR, явилось сочетание двух факторов. ТИЛС более 5% и уровень Ки-67, более или равный 50%. В случае ранних этих двух факторов уровень достижения полной лечебного патомаркоза ограничился 75%. Медианное наблюдение за нашими пациентами составило 22,6 месяцев. У 26 больных наблюдали прогрессирование заболеваний, и трехлетняя безрецидивная выживаемость составила 68,4%. Как вы можете видеть, большая часть рецидивов, 92%, случилась в первые два года наблюдения, что согласуется с литературами данных. Основным сайтом метастазирования, первым сайтом метастазирования являлась центральная нервная система 38,5%. По 19% распределились метастазы в легком и в легких их печени, и 23% пациенток имели локорегионарное прогрессирование. Все равно в нашем исследовании умерло 17 больных за время наблюдения, и все от прогрессирования основного заболевания. Трехлетняя общая выживаемость составила 77%. Очень сложно переоценить роль полного лечебного патомаркоза для достижения общей и безрецидивной выживаемости. Полная патомаркологическая регрессия оказалась высоко значима как с точки зрения трехлетней безрецидива, так и с точки зрения трехлетней общей выживаемости. Как вы можете видеть, это было показано и для полного лечебного патомаркоза как в молочной железе, так и для достижения полного лечебного патомаркоза как в молочной железе, так и в региональных линфоузлах. для достижения PCR в молочном железе с точки зрения безрецидивной выживаемости разница составила 45%. С точки зрения total PCR и достижения как в молочном железе, так и в региональных узлах 25%. И также по 30% разница для трехлетней общей выживаемости с точки зрения как достижения PCR в молочном железе, так и total PCR и в молочном железе, и в региональных узлах. Чрезвычайно важной вести является не только наличие лезидуальной опухоли, но и ее размер. Как вы видите, как представлено на этом слайде, выживаемость у пациентов, как трехлетняя, с рецидивной, так и трехлетняя общая, уменьшается с ростом лезидуальной опухоли, остаточной опухоли. Таким образом, как вы можете видеть, у пациентов с остаточной опухоли более 5 сантиметров трехлетняя, с рецидивной выживаемость равна нулю. Когда ее нет, 89%. И это высокодостоверные результаты. Другими важными факторами прогноза предвиждая негативный рак в раке кровочной железы является возраст 160 лет, 60 лет и старше стати, первичные операции, местно распространенные, гистологические подтипы, тенденции только к статистической значимости. Значимыми оказались степень анаплазии и время от окончания химиотерапии до операции. Как мы видим, на 25% с ним заливается рецидивная выживаемость, если мы откладывали операцию на месяц, больше, чем на месяц после завершения химиотерапии. На наш взгляд, это имеет чрезвычайную практическую значимость, и эта находка должна быть обязательно использована при планировании оперативного этапа у таких пациентов, завершающих миоадематную химиотерапию. На наш взгляд, было также важно проанализировать прогностические факторы среди пациентов, которые достигли полного лечебного патомаркоза. Мы знаем, что не все пациенты, у которых опухоль достигли полного лечебного патомаркоза, имеют дальше благополучную фигу. Нам хотелось узнать, а что же все-таки влияет. И здесь оказалось значимое число курсов, проводимой химиотерапии, а также временные факторы. Время от биопсии до начала химиотерапии, временем от последнего цикла химиотерапии до операции, и иммунологические факторы, о которых я скажу чуть позже. Факторами, ассоциирующиеся с риском смерти, то есть влияющие на общую рецидивную выживаемость, также это были иммунологические факторы, число курсов, проводимые химиотерапией, и временные факторы, которые, опять же, я хочу повториться, должны быть учтены при планировании лечения наших пациентов. Нам хотелось также проанализировать особенности трижды негативных рак молочной железы у пациентов старших взрослой группы, старше 60 лет. Всего таких пациентов в нашем исследовании было 24. В нашем исследовании достоверно чаще таких пациенток встречался только в рак молочной железы. Достоверно чаще они имели место распространения, стати, место распространения опухоли. Чаще они имели степень дифференцировки G2, то есть имели дифференцированные опухоли. Они реже имели мутации в гене БРК, 1, БРК, 2, что было ожидаемо. Им было проведено меньшее количество курсов запланированной химиотерапии. Я хочу отметить, что вот это число курсов химиотерапии, это именно запланированное лечение. Это не значит, что мы в целом провели только 4 курса химиотерапии. Это значит, что запланированное лечение со спакин плюс поплеток цел будет на 4 курса в дальнейшем, как я указывала на слайде с дизайном исследования. В дальнейшем, если у Анифта занималась таксичность или прописка... Ольга Олеговна, у нас уже 15 минут прошли, просьба перейти, наверное, уже к заключению. Да, хорошо. Я самый главный слайд покажу. И в Биву только одну вещь хотела сказать, что самым интересным у нас это было то, что пациенты старше и моложе 60 лет имели разные паттерны метастазирования. Так что если для пациентов моложе 60 лет основным сайтом метастазирования являлось ЦНС и локорегионарное метастазирование, то для пациенток старше 60 лет основным сайтом метастазирования являлось печень и локорегионарное метастазирование. Также тогда разрешите остановиться на выводах. Собственно, выводом исследования нашего было то, что режим характеризовался высокой эффективностью 60% полного лечения паттерморкоза в первичной опухоли, 58% тотал-писярков в первичной опухоли, так и в региональных лимфоузлах. Режим имел ограниченную гематологическую токсичность, имел выраженную нефтоксичность, в связи с чем мы рекомендуем использовать этот режим только в стационарах. Мы обращали внимание во время нашего исследования на временные факторы, которые являются чрезвычайно важными прогностическими факторами. И пациентки старше 60 лет, это особая группа пациенток с трижды негативным раком молочной железы, которые требуют дальнейшего изучения и отдельных подходов к химиотерапии. Продолжение следует...